я не тебя я рыбу снимаю который ты отпускаешь вон карп вот а царей вот вот он задрать это за драча я не могу она скользко а вон второй ай-яй-яй-яй-яй смотрите вон еще один уже не может уже я снимаю я я ж не тебя дома я снимаю природу природу я любую с природой понимаешь и вижу какую рыбу ты вот там вот говори бедный каракар хорошо хорошо да да встретимся и поговорим да давай давай хорошо хорошо да обязательно обязательно встретимся давай давай да никого нет интересно не удилишь на но я приду сюда чуть-чуть а ты это а ты переедешь так по дороге так сюда да все идем все идем стойте о там а мы его не надо его спугать так а вон он идет видит нас да аккуратно да да что рыба нет только одна щучка и все с ружьем были а я думаю что они там ходят шуками я нашел да чё ружьё ребята чё ружьё пули заряженные а что вы говорите что вы без ружья были заряженные ружьёна с патроном патронники покажите пожалуйста что я принесу ну вы же пришли кучовы с ружьём вышли кого вы застрелите охраняли пулями пулями не пахнет и стрелял да сегодня нет дозвью есть на сбро и давайте показывать зачем вы с оружием объясните зачем выкинули зачем сказали нам что вы без оружия были зачем обманывать объясните а вот вид тишина так у 36 26 03 в принципе официально проблем нет держите ее использовали с браконьерскими рудиолова то получается ко мной подлежит кофискации которая еще была рыба и вот у щука которая одна в этой лодке ее можно пускать или нет уже выпускать она обечаянная не стоит потому что его она обечаялась сети и на нее она уже в снулом виде и на нее будет выписано штраф 1 щука 340 гривен стоит ну вот выписали штраф и выпустите если она же нет мы должны ее сдать она во первых жить жить не будет а мы ее должны изъять и сдать по акту приема передачи куда на фирму клест у нас подписан договор с фирмой клест где сдаем мы конфискованную рыбу и получаем акт на эту рыбу которую мы сдаем и при прикрепляем его к протоколу и потом материалы отправляются в суд хорошо а если вот сеть просто бесхозная вот с бесхозной сети можно снять в рыбу сказать если она не пораненая то естественно нужно да если она долго там находилась обечаянная она потом болеет и болезнь всякие краснуки и так далее и эта рыба потом может всякие болезни перевести другим рыбам заражать ее надо обечаянную рыбу то есть надо сдавать государству для чего приема передачи предприятие она обычно или реализовывают но как раньше по правилам мы сдавали в детские дома рыбы конфискованные а сейчас связи с новым законодательством мы сдаем на какую-то определенную фирму которая занимается рыбными реализуют и реализуют рыбу тут получается эту рыбу нельзя сдавать потому что она является доказательством вины браконьера браконьера и естественно мы эту рыбу сдаем на предприятие нам выписывают акт приема передачи мы его присоединяем к этому делу и это есть доказательство суде о том что это был факт естественно браконьерство и выписывается на данный вид рыбы штраф определенный согласно такс установленных постановлением кабинета министра это такой акт приема передачи на это подпятие вот к лист понятно это вы когда сдавали 30 20 числа был составлен протокол на дырочиста который незаконно выловил 20 карпов и нанес ущерб государству на 6120 гривен и вот эту изъятого этого карпа порванного мы завезли 20 штучек 30 килограмм сдали вот на это предприятие понятно ромашу с лодкой оставил на хранение есть документ что-то ему стал на хранение до решение суда до решения суда шо опять не ничего не хочу знать а что ловите добрый дать на силикон а при подымите покажите я хочу как раз вы хотели со мной пошатили вы хотели со мной поговорить сейчас выйду поговорим давай я выхожу мысли не боюсь решать думаешь я боюсь или шоковой причал а так что нельзя выйти нет нельзя так ты боишься бля я боюсь или ты вообще кирилл беками не буду я убирать его давай всунь давай попробуй давай я пройду покажите полгода этим камнем ли не видишь ты тоже снимаешь да тебе что ли только в бане можно снимать я все снимаю всех всех и все всех и все снимаю мудак ты кого-нибудь вечно свои слова понял ну давай давай хорошо вы заметили как вольготно чувствует себя браконьера но почему да потому что безнаказанность порождает вседозволенность личность этого браконьера уже установлена и оказывается что на него выписан ни один штраф за браконьерство но ему все равно он позволяет себе так нагло вести потому что штраф мизерный и за один день на реке он 10 таких штрафов отбивает по деньгам и плевал он на меня и на всех нас вот такие люди живут и позволят маяки позволят одессу позволит украину потому что такая ситуация практически на всех наших водоемах разговаривать один на один он отказался его удел только на расстоянии оскорблять кстати подельники его тоже идентифицированы хоть один и был из них в маске то что снимал на камеру но это ему не помогло в общем проблему можно решить с существенным увеличением штрафа за браконьерство так как это сделала беларусь и практически искоренило все это зло петицию на имя президента украины я написал осталось вам друзья мои показать свое неравнодушие и поддержать меня ссылка на петицию в описании к этому видео если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все леплю ну а я прощаюсь до скорой встречной рыбалки всем удачи всего хорошего пока